Всем привет! Я иду со спортзала. Закупила игрушечек, мало нам развлечений. В общем, пастилку, корм. А что, иду. Здесь новый у нас такой микрорайон. И пустырь. Вот такой всегда был. Всегда. И тут началась какая-то бурная деятельность. Здесь привезли огромные трубы и что-то будут здесь прокладывать или новое. В общем, я не знаю, надо может почитать в каких-то новостях. Или это канализацию новую тут будет проводить. Или дорогу новую строить. В общем, не знаю. Или дома еще будут строить. Конечно, перемены надвигаются какие-то. Уже привыкли к тому, что здесь люди гуляют с собаками. Такое место. Много места. Пространства такие. Вот. И вот такие трубы. Вообще, как-то я видео записывала. Здесь такая земля. Какие-то подводные воды тут идут. Может быть, это какое-то растительное устройство. Наоборот, осушающее устройство будет устанавливать. Не знаю. Вот. Ну и что, какую. Так. У нас прохладно. И в квартире прохладно. Половина труб не прогревается. В общем, теперь нужно заниматься тем, что... Ну, сейчас старшая по дому записала заявление о том, чтобы слесаря проверили напряжение, да, или как правильно там. Если ничего не изменится, надо или вызывать, чтобы трубы промывали. Или менять. Ну, батареи промывали. Или их менять. Прохладно, в общем. Мужу нравится. А мне бы немножечко потеплей. Пошла домой. Так. Я в новой шапке иду. С магазина «Бастроном». Астор. С Матвеем ездили за курткой. В общем, сразу себе такую шапку. Решение долго, Матвея, я принимала? Пока шапка мне подходит. А? Ну, Матвея, вот сложно же. Ну, долго я принимала решение. В общем, выбор ставил мне за двумя. Коричневая эта. Ну, это не такая жаркая. И мне... Я не люблю жаркие такие тяжелые шапки. Вообще никакие шапки не люблю. Но я думаю, что у меня такая красивая. Сейчас идем домой. Вот у нас вечерний город. Идем на маршрутку. Покупили Матвею куртку. Заходили в спортмастер. Ой, цены там... 7, 8, 9, 12. Померили все. Матвей, понравились куртки? Не понравились. Капюшоны сейчас, знаете, как делают? Сплошные полностью вот так вот. Ну, как-то нету, чтобы как не воротник, а... Ну, что-то ему не понравились они. Ну, я... Мы зашли в ЗО... Нет, не в ЗОЛ, а в Русарде. Куртку какую-то, ерунду какую-то купили за 2,5 тысячи. Там еще скидку сделали. В общем, не понравится. Купим еще одну на следующий год. Пусть носит. В общем, мама довольна. Деньги остались. Не потратили. Сын доволен. Купил то, что хотел. Ну и ладно. Все, пришла домой. Хочу вот шапку продемонстрировать свою. Вот понравилось мне. Правда, с первого раза. И вообще, как подходит под такой вот мой серенький стиль. Кофты у меня серенькие. И джинсы у меня серенькие. И вот я подключилась. Решила сделать обзор покупок. Мы были там в магазин-бастроном. Он у нас один сейчас в Асторе в этом супермаркете. У них там своя кухня. А муж мне сегодня сделал заказ. А я сейчас спешу. Он должен сейчас вот приехать. Надо быстренько сделать обзор. Он мне здесь заказал. Купи мне. Говорит, я хочу так сосисок с томатным соком. Я говорю, может быть себе купить сарделик. Купила хороший томатный сок. Потому что как-то перед этим купила. Сейчас покажу какой. Вот. Это пить невозможно. Вот этот сок. Может я буду делать какую-нибудь рагу. Залью этот томат туда, выливаю. А сок добрый, это вкусно. Ой, не добрый, а... Слушайте, я же не тот... Куптовый сад. А хотела другой сок. Сады придонья хотела купить. Ну ладно. Вообще невнимательная. Вообще. И Матвей захотел вот такой сок. Это по-моему по 60 рублей яблочный. Ну сразу так и две упаковки чипсов этим. Ну а, началась же я за мужа, да. Я говорю, куплю тебе сарделик. Он говорит, как в старые добрые времена, когда мы с ним так познакомились, начали жить вместе. Мы ходили, когда шли на рынок в город, и там была забегаловка такая, минутка называлась. Там, в общем, были такие сардельки, ну не такие, а такие толстые, коричневые. Они там варились, ну и прям мне слюна, запах этот пошел. Нам давали горчицу, томатный сок, ну и водки мы выпивали понемногу. В общем, старые времена добрые. А это у них в своей кухне, и вот свиные такие сардельки. По 300 рублей здесь. На 240 рублей. Восемь штук. Ну, сварю, хочется, чтобы они такие сочные были. И Вова очень любит Краковскую колбасу. Но кругом все это подделка под Краковскую. А Вова знает толк колбасе, потому что кисунья слышит запах. Потому что в свое время у него дед работал на мясокомбинате, и он рос в колбасе, на колбасе, он знает колбасу. Ух, пахнет по-настоящему. В общем, колбаса дорогая. 564 рубля. Ну, там что-то со скидкой. Со скидкой. Вот на 230 рублей вот это колечко. Ну, запах обалденный. Ну, вообще-то нам не с руки в этот магазин ходить. Пахнет, как он приедет. Ой, ему еще работать осталось. Так, суббота, воскресенье. Три дня. Три дня. И все. Надо выдержать ему. И яблоки такие маленькие-маленькие, по 60 рублей. На 100 рублей вот. Ну, они пахнут вообще. Запах такой настоящий. Все. Пойду сейчас разденусь. Успела до приезда мужа. Уже у нас полдесятого вечера. И потом еще покажу, какие покупки. Куртку, может быть, покажу. И еще для Гри это была покупка. Для меня тоже. Неплохая, да, шапка? Хотя на улице так не прохладновато. И если под капюшон, то жалко, что она будет мятая. Так, Кисюня же хочет есть. Еще забыла показать. А вот размораживаются ей эти, видите, фарш овяжи натуральный. Будем кушать, будем, будем. Ну, будем. Посмотрите, что делает это животное. Грета. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот как долго она там будет сидеть. Капперфильд. Капперфильд. Да я знаю, кто такой Капперфильд. Нет. А надо бы знать. Тут и такой сказать можно просто. Ну, такой маг, чародей, хопусник. А, у меня какая-то иллюзия, у меня все шевелится перед глазами. Картинка. Эти клеточки, квадратики. Эти клеточки, квадратики. Ты, 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 ты. Ой, это... Грета готовит нас к ремонту. Они туда мы поставили эту. Эти клеточку. Капперфильд. Еще показываю куртку. Купили. Особенно с куртки. Срочно, но это уже у нас ночь, двенадцать. Вот надо куда прыгать. Короче, не знаю, тут темно видно, не видно. Вот капюшон. А он на таких пуговичках. Это был вот внутренний оттек. Вот он подстежка. Короче, мне нужно, пола сказал, замок сюда. Капюшон на замке, чтобы было надо сходить в ателье. Барш, бари. Немножедшая какая-то. Что она делает? Кс, 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 кс. Иди сюда. Грета. это фикус он же какой-то ядовитый больше надо типа борщевика он и она его царапает белым беломолоко выступает а где это его и игрушка ну где тоже было вот я и купила игрушку чтобы она баловалась там соседи снизу не знаю 12 ночи дайте мне снимать в общем мы что-то схватила сегодня тащила как настоящую на кухню палочкой ты мешала больно это пальчик не больно больно все улегаемся спать надеюсь что это уже все а мне встать нельзя было да она будет лежать теперь на меня ну да если ты включишь камеру я что-нибудь придумаю да я выключу мне надо встать же я же не буду так надо же расселиться еще ну все выключай в общем всем пока спокойной ночи приятных сновидений я завтра выходная так что будем с горитой не лежатся долго вот она вот моя девочка спать то с ней конечно хорошо она же тепленькая такая хорошенькая это сейчас что вы вы руку вы 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 Продолжение следует...